Гемохроматоз 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 Гемоглобин Но в связи с частое переливание Возникает другая проблема Это накопление железа в организме В результате этого Эти пациенты требуют назначения Так называемой хилатерной терапии То есть это препараты Которые не дают железу накапливаться В организме Благодаря современной терапии Пациенты с бета-теллсемией теперь имеют достаточно продолжительную жизнь, более 50 лет, но мы столкнулись уже с другими проблемами. Вследствие того, что у нас большое количество железа, происходит его накопление, оно накапливается в других органах и системах, и мы имеем нарушение функции этих органов и систем. В частности, накопление железа происходит в сердце, печени, поджелудочной железе, щитовидной железе, гипофизе и других эндокринных органах. В следствии накопления в эндокринной системе развивается часть эндокринных нарушений. Наиболее частыми является гипогенодизм, который развивается до 60% случаев, также задержка роста, которую мы встречаем у 28% пациентов. Даже некоторые авторы дают, что в 40% случаев пациенты имеют задержку роста и дефицит гормона роста. Гипотиреоз, который встречается до 10%, и нарушение углеводного обмена. На нарушениях углеводного обмена я хотела бы остановиться более подробно. На нарушении толерантности к глюкозе она встречается в 24% пациентов, и сахарный диабет у 14%. То есть достаточно большая частота, и это требует нашего особого внимания. Сахарный диабет при бета-толосемии относится к особой группе сахарных диабетов. Согласно алгоритмам специализированной медицинской помощи, его выделяют в отдельную группу так называемые другие специфические типы сахарного диабета. Каков же патогенез нарушения углеводного обмена при бета-толосемии? Здесь два фактора. Первый фактор – это развитие инсулинорезистентности, вследствие чего возникает гиперинсулиномия, плюс на фоне дисфункции печени из-за накопления в ней железа и также уменьшения усвоения глюкозы мышцами вследствие того, что железо также накапливается в мышцах. Это первое звено. Чуть позже возникает непосредственное токсическое поражение бета-клеток поджелудочной железы, так как бета-клетка очень чувствительна к оксидративному влиянию, и также в ней очень много экспрессируется переносчиков двухвалентного железа, что нам показывает, что сама поджелудочная железа и бета-клетки чувствительны к накоплению железа. То есть получается, что на первом этапе развивается инсулинорезистентность, снижается чувствительность к инсулину, потом происходит поражение бета-клетки, снижается секреция инсулина и развивается сахарный диабет. Дополнительными факторами, которые ухудшают и увеличивают процент нарушения углеводного обмена, являются наличие у пациентов гепатита С, семейного анамнеза по сахарному диабету и наличие генетических факторов. Давайте поговорим о методах диагностики. Мы знаем стандартные методы, но применимы ли они к нашим пациентам с бета-телосемией. Уровень гликированного гемоглобина не является информативным, так как мы знаем, что при гемоглобинопатиях, при переливаниях кроме, его уровень может сильно быть искаженным. И, как правило, завышенным. Фруктозамин – это один из вариантов и критериев, которые допустим для оценки гликемического контроля у пациентов с бета-телосемией. Следующим параметром, который мы можем использовать, это глюкоза крови. Нет единого мнения, как часто мы должны это использовать, как часто измерять и в каком возрасте. Согласно данным международной группы по эндокринопатиям пациентов с бета-телосемией, считается, что глюкозу нужно измерять ежегодно с возраста 5 лет и, безусловно, при клинической картине сахарного диабета, полиуреи, полидепсии, снижении веса. Также рекомендована оценка индекса инсулинорезистентности по индексу хома. Следующим параметром, который мы можем использовать для диагностики, это орально-глюкозотолерантный тест. Вы можете встретить очень противоречивую информацию в зависимости от групп авторов, от стран, которые занимаются этими процессами. Но согласно международной группе по исследованию, рекомендуется проведение глюкозотолерантного теста в возрасте 10, 12, 14 и 16 лет, далее ежегодно, и при уровне глюкозы крови натощак более 6,1 ммл в литре, вне зависимости от возраста. Но не существует, наверное, для этих пациентов какого-то единого золотого стандарта, чтобы определить, есть нарушение углеводного обмена или нет. Потому что обсуждается и дискутируется вопрос, что несмотря на нормальный глюкозотолерантный тест, мы можем иметь у пациента аномальное постпрандиальное увеличение глюкозы на фоне питания в домашних условиях. Либо остается также дискутабельный вопрос, значимо высокие уровни глюкозы крови в середине глюкозотолерантного теста, как нам к ним относиться. В связи с этим для пациентов с бета-толосемией допустимо применение непрерывного мониторирования глюкозы крови, когда мы имеем возможность часто измерять уровень сахар крови и следить за особенностями, и на ранних этапах выявлять нарушение углеводного обмена и как это корректировать нашу терапию. Какая же возможна терапия? Безусловно, на первом этапе это должна быть оптимизация хилаторной терапии, так как чем меньше накапливается железо в клетках, тем больше вероятность, что мы не увидим каких-то нарушений. Безусловно, коррекция хилаторной терапии должна проводиться совместно с гематологами. Также по данным литературы возможно использование метформина, глибинкаламида, акарбоза, но опять же это все дискутируемо, есть противоречивые данные, и в основном эти данные получены у нас на взрослом населении. При развитии сахарного диабета используется инсулинотерапия в интенсифицированном режиме. И клинический случай нашей пациентки, 14 лет, с рождения отмечались гипохромной анемией. Диагноз бета-телосемии был установлен в 3 года. Также в 3 года проведена спленоктомия. Регулярно наблюдается гематологами, в настоящее время получает переливание эритроцитарной массы примерно 1 раз в 5 недель и хилаторную терапию. В наследственном анализе рост матери 153 см, рост отца 165 см. В 11,5 лет был диагностирован СТГ-дефицит. Рост на тот момент составлял 129 см, СДС роста минус 2,32. Был выявлен низкий уровень ЭФР, низкий выброс соматотропного гормона в ходе двух стимуляционных проб на МРТ головного мозга. Данных за объемное образование не было выявлено. Была рекомендована терапия гормоном роста, но по семейным обстоятельствам она не проводилась. Мы видим девочку в следующий раз через год, мы видим ухудшение ее показателей по росту, и с этого момента она начала получать лечение. И в возрасте 14 лет она повторно поступает к нам, рост 147,4 см, СДС роста минус 2,32, половое развитие ТАНР-3 на фоне терапии гормоном роста. Если мы обратим внимание на ее гормональный анализ, мы видим, что данных за гипотиреоз, гипогонодизм на данный момент у нас с вами нет. То есть мы должны обязательно проводить скрининг этих особенностей у этой группы пациентов. Что нас изначально насторожило, что за месяц до госпитализации к нам при обследовании у гематологов в биохимическом анализе крови фиксировался высокий уровень сахар крови, 7,23 ммл в литре. При обследовании мы провели глюкозодолерантный тест, и мы видим, что изначально сахар 5,6, сахар через 2 часа 7,3. Сахарный диабет мы исключили, хотя по первым цифрам, которые были у гематологов, мы могли об этом думать. Уровень С-пептида тоже в нормативном диапазоне. Сразу оговорюсь, что нам с научной точки зрения было очень интересно. Мы понимаем, что гликированный гемоглобин не информативен, но какой же уровень мы можем ожидать у этих пациентов? У этой девочки он составил 7,9%. То есть наш показатель глюкозодолерантного теста абсолютно не совпадает, безусловно, с гликированным гемоглобином. Что же нам делать, чтобы понять, есть нарушения или нет, как относиться к зафиксированным высоким показателям глюкозы крови? С этой целью мы решили установить непрерывное мониторирование сахара крови. Сразу оговорюсь, что нет четких критериев, как оно должно проводиться у этой группы пациентов, какие отправные точки нам брать и верхние границы. Но согласно последнему исследованию 2018 года на большой группе пациентов с бета-толосомией было предложено, что верхняя граница должна быть как 7,8 ммол в литре. У нашей пациентки средний уровень глюкозы за период мониторирования составил 6 ммол в литре. И если мы обратим с вами внимание, то мы видим такие достаточно высокие постпрандиальные подъемы в обеденное время. Если проанализировать ее дневник питания, то в этот период у нас были достаточно большие приемы углеводсодержащих продуктов. И вследствие таких высоких постпрандиальных подъемов мы можем говорить о возможных уже начальных проявлениях нарушения углеводного обмена у этой пациентки. Безусловно, наша тактика будет сформирована на том, что мы с гематологами будем говорить о коррекции хилаторной терапии. Но это больше в их руках находится. С нашей стороны, пока на данном этапе мы только обсуждаем вопрос какой-то диеты терапии, ограничения количества углеводов и быстрых углеводов. И какие мы можем сделать выводы? Дети с бета-телосемией, безусловно, должны проходить обследование у эндокринолога. Обязательно мониторирование антеропометрических показателей и полового статуса для исключения возможного дефицита тропных гормонов. Обязательная оценка углеводного обмена с исследованием уровня глюкозы, глюкозотолерантного теста. Также в нашей практике может быть полезен метод непрерывного мониторирования глюкозы крови. Но, возможно, вместе с вами мы выработаем какие-то наши уже консенсусы данные, как нам вести этих пациентов и чем мы им дополнительно можем с вами помочь. Спасибо за внимание. Продолжение следует...